Читой. Чтобы достигнуть воскресения мертвых. Вот сейчас об этом мы прочитаем толкование. Толкование. Под воскресением, понимая, здесь преславное вознесение Его, Христа, на облаках. Потому что все воскреснут, но не все будут вознесены на облаках. Грешники внизу ожидают судью, а святые восхищаются на облаках в встретении Господа. Навстречу. Сказанное ты поймешь из следующего. Умер, говорит Христос, и я умираю. Он воскрес со славой, и я стараюсь достичь такого же славного воскресения. Заметь осторожность того, который столько сделал, и который выше людей. Чтобы достигнуть, говорит, ибо я еще не уверен, настолько он смиренно мудр. Об этом он говорит и в другом месте. Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть, 1 Коринфянам 10-12. Опять же, апостол Павел так пишет. И еще. Дабы проповедуя другим, самому не остаться недостойным. 1 Коринфянам 10-27. Чтобы достигнуть воскресения из мертвых, апостол Павел подсчитает все счетое. Что такое? Под воскресением, понимая, здесь приславное вознесение его на облаках. Какие вопросы возникают на эту тему? Вопросы есть? Чтобы достигнуть воскресения из мертвых, вознесение со святыми. То есть, толкование объясняет нам так, что когда придет Господь Иисус Христос, то праведники вознесутся со Христом на небо, а грешники останутся где-то внизу. Вот для того, чтобы вознестись с Господом в воскресении из мертвых, апостол Павел подсчитает все счетое. Но почему он использует слово «достигнуть»? Он ведь и так свят. Куда ему еще достигать, апостол Павел? Ты, может быть, ошибся? Используй слово «достигнуть» в воскресении из мертвых. Зачем тебе достигать? Ты уже все достиг. Братья, сестры. Рассуждаем. Посмиренно, мудренно. Вот он говорит «посмиренно, мудрию». А посмиренно, мудрию, ну мы так понимаем, ну да, посмиренно, мудрию, но в конечном итоге он достиг, но посмиренно, мудрию он так говорит. Ну а сам-то апостол Павел что думал? Достиг он или не достиг? Что такое смиренно, мудрия? Давайте порассуждаем. Вот как раз и дать им реченина, вот как специалист. Вспомните. Смиренно, мудрия, да. Это вот просто опустить голову, так, я смиренный, все. Или смиренно, мудрия. Брат, это не означает, что показываешь. Я не имел в виду этого брата. Я имею в виду, что некоторые считают, что смиренный человек – это вот такой смиренный. А вот смиренный… Ну, не надо людей переводить. Я говорю вообще. А что такое смирение? Как нас учат священные… Христос был смиренным? Такой вопрос кощунственный даже на первый взгляд может показаться, да? Но я хочу вас привлечь к рассуждению. Христос – это само смирение. Написано же, ибо я кроток, и смирен сердцем. Он говорит, придите ко мне, научитесь от меня, ибо я кроток, и смирен сердцем. Он смирен. Но вот когда я представляю Христа, опять же, эпизод, когда он выгоняет продающих и покупающих из храма, ну вот как выглядит человек, который совершает такие действия? Выглядит просто со стороны. Это просто спокойный или какие-то движения такие активные, в руках, бич, все крушится вокруг, понимаете? Все падает, беспорядок такой. Так надо наоборот к порядку стремиться, а тут наоборот беспорядок такой. И это делает человек, который говорит, подойдите ко мне, научитесь, ибо я кроток и смирен сердцем. Так вот смирение это что? Это просто внешне, когда у человека вот так выглядит смиренным? Или это внутреннее состояние признания своей греховности? Но Христос не был греховным. Что такое смирение? Чему мы должны научиться у Христа? Давайте порассуждаем. Он за себя не заступался. Любое смиренно-мудрее не будет себя отстаивать. Своё я, да? Да, не будет отстаивать. Это и есть смиренно-мудрее. Никогда друг будет противиться, зло не будет противиться. Но давайте, чтобы долго нам не ступу в воду ступе не толочь. Кто Христос? Это Бог, Сын Божий. Сын Божий имеет такое достоинство Творца. Это Царь Вселенной. И Он становится кем? Он становится... Он сын плотника. Это Он не сын там сановника какого-то стал. Сын плотника, работяги, который трудится. И утром, и днём, может быть, и ночью где-то заказ надо закончить. А потом ходит. У него даже въезд в Иерусалим был на осле. Он мог зайти на конях. На иномарке заехать. А Он так потихонечку на ослике. То есть показывает своё смирение. А дальше как к Нему относятся? К Сыну Божию. К Царю Вселенной. К Богу Вседержителю. Плюют Ему в лицо. Бьют Его. А Он что, в отместку что-то говорит? Нет, Он молчит. Но один раз Он сказал, говорит, что ты бьёшь меня. Дальше. Апостол Пётр пытается защитить. Берёт меч, выхватывает, отрубает ухо рабом. Говорит, вложи меч в свою ножны. Ибо ты не знаешь, что Я могу легионы ангелов свести. Тут всю землю они уничтожат. По моему одному приказу. А Он этого не делает. Почему? Потому что Он сказал, Я пришёл не губить души человеческие, а спасать. То есть ради спасения нас всех, Он не предпринимает никаких таких действий. Он кротко относится. Вот смирение. А не то, что Он там выгнал. А выгнал почему? Да потому что Он показал пример того, что это Дом Божий, А вы сделали его Дом Торговли. В другом месте написано, сделали его вертепом, то есть пещерой разбойников. Это Он сделал не потому, что Его обидели. Его никто в этот момент не обидел лично. Когда Его плюют, заушают, Он молчит. Но когда Дом Божий, когда Божественный Храм был оскорблён, Он берёт это и делает. Так же и Моисей называется кратчайшим. А он что сделал? Он говорит, братья за ножи, и там такая началась резня между иудеями, израильтянами. Там вообще ужас. Но при этом он называется кратчайшим. Вы хотели что-то сказать? Да, уже сказали. Всё. Вот о смирении, да. Я ещё хотела сказать, что постоянно, как говорится, все проповедующие проповедуют, они всегда говорили, не возвышайся над другим и не думай, что ты лучше других. Посмотри и помолись за него, чтобы к тебе, то, что ты себя возгордился, что я этого не делаю. А ты тут же падаешь и это делаешь. Когда только скажешь, ну как бы внутри подумаешь, как вот он неправильно поступает. А нужно не как бы к нему применить, а помолиться, сказать, Господи, помоги ему и мне помоги, что я вот влажу вот так вот. Я вот часто за собой тоже замечаю вот это, что не надо другому указывать, ничего не надо указывать. Скажешь и всё. Опять же, тут все нюансы, каждое слово нужно перетрясти через сито священного писания, через сито указывать кому-то. А человек, допустим, вот гибнет, вот тот же человек, ну помочь надо, он может не видит просто. Бывает ситуация, когда просто что-то сделаешь, а потом он тебе говорит, ну надо было так сделать. И он отвечает, так где ты был раньше-то, я же был это. Указание это ещё не значит, что. Не надо указать. Ну вот вернёмся к апостолу Пау, он говорит, не достигну ли я посмиренно-мудрию, то есть, нам-то кажется, что он да, всё достиг, он столько, в одном месте умерли, и течение совершил уже. Он говорил, как бы, о своей смерти, что о готовности умереть. Посмиренно-мудрию, он говорит, не достигну ли я. И мы также должны невысоко думать о себе. Вот у меня был разговор с одним сектантом, они в большинстве своём, дух самообольщения, они высоко думают о себе, что они уже достигли. А раз они уже достигли, то и делать ничего не нужно, как вот выше брат замечал. Многие бегут на ресталище, но один получает награду. Итак, бегите, бегите, чтобы получить. То есть, нужно бежать. А если тебе дьявол веял на левое ухо, что ты уже добежал, зачем ему верить? Они говорят, а вы сомневаетесь в своём спасении. Мы не сомневаемся, мы как раз смиренно-мудрость православные, не достигли ли мы? Мы верим, что мы спасёмся. Но мы также верим, что многие потерпели кораблекрушение в вере, будучи верующими. И такое может случиться. И кто стоит, бойтесь, чтобы не упасть. Бойтесь, нужно бояться. А если человек говорит, а я уже достиг, я уже на небесах, страха нет, начни сначала. Олесь в страхе. Ну, я думаю...